Я Барбер Тетти, здравствуйте. Барбер Тити. Кто еще? Я просто чувак. Человек. Девушка, которая любит облепиху в рюмочной свободе. Ну ладно. Да, в какой-то момент это... Ну, творческий кризис, мне кажется, это такая волна, которая тебя может накатить, отпустить, накатить. Ну, мне кажется, творческий кризис бывает из-за нескольких причин. Это либо переработки, когда просто выкладываешься полностью, у тебя нет возможности, времени, сил заниматься чем-то еще, кроме работы. То есть ты по факту, как такой цех, станок, станок по производству стрижек. То есть ты каждый день просто идешь на работу, стрижешь, приходишь домой спать. Идешь на работу, стрижешь, идешь домой спать. И такой день сурка. Просто каждый день одинаковый. День сурка это называется. И в этот момент ты понимаешь, что, блин, а для чего ты вообще живешь? Как бы ты не хочешь жить с этими стрижками, потому что их слишком много. И первая причина творческого кризиса была, когда я работала на потоке, и это было люто. В этот момент я решила, что надо менять что-то. И себя в том числе. И ставить себе меньше дней, больше отдыхать. И в первую очередь думать о себе, а не о том, что тебя попросили выйти, или тебя попросили постричь. Потому что в конечном итоге этого никто не оценит. А страдать и выгорать будешь ты сам. Следовательно, в первую очередь мы ставим себя на первое место, а потом уже нашу работу. То есть отдых, нормальный график. Для каждого он индивидуален. То есть для кого-то нормальный 5-2, для кого-то 4-3, для кого-то 2-2. Мой идеальный график это 4-3. Тогда я успеваю сделать дела или съездить куда-нибудь отдохнуть на 3 дня. Например, 4 дня поработала, на 3 дня свалила куда-нибудь в Сочи. И кайфован. Крайние моменты, последние, когда был творческий кризис, это получается, решила развиваться, решила идти дальше, начинать новые проекты. И неудача получается с первым проектом меня подкосила. То есть как подножку подставили, немножко не ожидала. Немножко опустились руки. Я поняла, что мне надо отдохнуть, потому что устала. Выгорела немножко. Съездила отдохнуть, собралась силами. Отдыхала, естественно, там какая-нибудь красивая природа, вино, антидепрессанты. В общем, собралась силами, начала новый проект. И новый проект закончился тоже не совсем так, как я планировала. И получается, наши неудачи, они очень сильным грузом на нас влияют. Особенно если у тебя происходит неудача, когда ты работаешь. Поняла, что не получила того, что хотела от проекта. Подкосились опять силы, эмоции. Люди какие-то подвели, например. И все. И опустились руки до того момента, когда ты выжимаешь из себя всю энергию, все силы. Когда это все отдаешь, и у тебя что-то в какой-то момент не получается или идет не по плану, по ряду обстоятельств и причин, то в тот момент у меня полностью опустились руки. Я написала, что я не стригу. По крайней мере, недели три у меня был пост, что я не стригу. Когда я посещала какие-нибудь барберские тусовки или просто с барберами общалась, они такие типа о, барбер тетти. Я такая, я больше не барбер. Такая, все, я больше не стригу. Вообще не говорите мне про эти стрижки. Я вообще видеть их не хочу. Прям агрессия пошла на все это, на всю эту тему, потому что прямо выбесили. Вот. И в итоге лежала два дня, даже три дня лежала в полном таком апатичном состоянии. То есть я просто после проекта лежала такая, смотрю, на потолок вроде ничего делать неохота и вообще ничего неохота. Ни цели, ни желаний. Хотя, ну, были амбиции такие, да, потом тебе резко обломали крылья вроде как. Вот. И ты лежишь полной апатичности с нежеланием делать вообще ничего. Ну, в общем, поняла, что на самом деле ни хера не поняла. Мне помогли люди, которые меня окружали. Мне помогли барберы, которые со мной общались, к которым я приезжала. И они дали мне дополнительную мотивацию, что как Киркоров, что там если хочешь идти, иди. Благодаря, наверное, людям, с которыми я общаюсь, которые меня окружают, в принципе, я рада, что происходят какие-то обстоятельства, неважно, плохие или хорошие, потому что из-за этого я узнаю, какие люди у нас вокруг и какие люди меня окружают. То есть мир мне открылся прям... То есть я поняла, кто со мной, а кто нет. Это плюс, с кем можно иметь дело, с кем нет. Но депрессия, она все равно осталась, когда тебя люди поддерживают, ты все равно живешь в своем мире и со своими убеждениями у тебя нету чего-то такого, что ты хочешь. В итоге я начала работать, во-первых, на себя. Я арендовала кресло и поняла, что это кайф, потому что я завишу от себя, ко мне приходят люди, ко мне приходят клиенты, я работаю с ними, я кайфую, потому что это мои люди, они приходят ко мне как друзья, я уже не думаю о том, что я стригу. По факту они приходят поболтать и так далее. В процессе они еще получают хорошую стрижку. И они стали мне делать активную рекламу сарафана, то есть тот же самый зал смешанных наборств и вол-джим, записывайтесь туда, ну ладно. То есть они запустили такой мега-сарафан, и ребята, бойцы, начали еще больше ко мне ходить, то есть они стали рассказывать всем, потому что я сказала, что ребят, типа я на аренде. За счет того, что я обучала, я потеряла энное количество людей, даже, ну довольно-таки большое, на котором я в принципе могла продержаться. поняла, что мне надо сейчас опять восстанавливаться в плане клиентов, и они бы мне помогли. На обучение. Объясню, почему на обучение, потому что на клиентах хочешь, не хочешь, ты выполняешь пожелания клиента, да, ты можешь что-то добавить, что-то предложить, но в любом случае каждый человек, он себя видит в каком-нибудь определенном образе своем, вот. Когда ты обучаешь, ты можешь стричь все, что угодно, то есть пожелание модели, ну как бы может учитываться, но в какой-то момент я могу подобрать такую стрижку, вот, и искать модель на такую стрижку, которую я хочу, то есть по факту обучение мне дает больше творчества, я развиваюсь и в творческом плане, и развиваюсь еще в техническом плане, в технических моментах, потому что в любом случае, когда ты учишь людей, ты читаешь кучу информации, чего ты не делаешь, когда работаешь в общем зале, ну, в потоке, например, то есть ты вот запомнил то, что там 6, 3, 1, все, ты просто срезаешь волосы, грубо говоря, потому что уже ты можешь делать это настолько, что закрытыми глазами все это делаешь, и, как я уже говорила, вообще не думаешь о стрижках, потому что начинается вот это, то, что там, а, приду, кушать приготовлю, там, еще что-то, там, вообще полный автомат уже. Да, это помогает, когда ты идешь на обучение, тебе дают какую-то там внедряешь в работу, вроде как интересно, но это все все равно в рамках именно позволит ли тебе твой клиент. Когда обучаешь, развитие колоссальное, потому что, во-первых, ты начинаешь общаться также с преподавателями, да, другими ребятами, коллегами, которые обучают, они начинают с тобой разговаривать совершенно по-другому, также терминами тоже объясняют, там, делятся какими-нибудь знаниями, например, там, Кирилл Темпо, да, просто мне такой взорвал мне мозг, и ты понимаешь, что, блин, это еще можно идти, идти, развиваться, читать это, как на начальном этапе стрижки, вроде как, это интересно, но никогда ты восемь лет проработал. Это сейчас новый этап, и я думаю, я все-таки не остановлюсь, опять же, благодаря людям, которые меня поддерживают, и которые знают меня, и на данный момент приглашают в некоторые проекты, да, сейчас мне осталось сделать выбор, в какой проект я пойду и с кем я буду иметь дальнейшее сотрудничество, но больше акцент выбора на обучение, то есть, если вот из предложенных проектов есть и потоковые предложения, и обучающие предложения, то приоритет больше на обучение.